youtube привет сегодня youtube посмотрим как же можно отличить оригинальную зажигалку зипа от подделки так как мы знаем подделки есть нескольких уровней обычная дешманская ну там невооруженным взглядом ты увидишь эта поделка просто на все вот и есть очень качественная дорогущие подделки которые очень тяжело будет отличить от оригиналов но все же выход есть мы не будем в этом ролике я не знаю как кислоту царапать и разбирать poker раскручивать почему-то потому что в магазине как обычному да покупателю вам никто не даст это сделать сами понимаете потому что есть очень дорогие зажигалки зипа например вот как этот вариант вот я вам его покажу вам конечно на магазине так как другие блоггеры советуют ты там грать царапать числе вам никто не даст этого сделать так что друзья давайте я вам сейчас покажу самые явные признаки то что вам дадут магазине сделать зипой мы их рассмотрим уберем пока дорогой вариант пройдемся всех по-дешевому по поводу коробочки друзья коробочка на коробочку можно обратить внимание чтобы она была более менее нормально но опять же коробочки они очень легко подделывают так что здесь какие-то там явных я признаков ну не знаю ну можно просто обратить внимание на шрифты чтобы тут р . было видна например да вообще что за магазин давайте достанем это дешевая зажигалка зипа так что вы не знали есть такой миф что зажигалки зипа стоит 400 500 долларов что это какой-то такой там бренд там неизвестно какой нет зажигалки зипа начинается от 15 долларов вот это зажигалка за 15 долларов с покрытием street chrome это покрытие которое якобы кажется что она уже старая такая заношена но это есть покрытие почему ее выбрал я потому что она для повседневного пользу использования просто идеально понимаете вот она не будет так сильно царапины там на ней видны вот убираем коробочку друзья смотрим вот наша зажигалочка зипа клик сейчас вам поднесу к микрофону вы понимаете вот друзья на что он в первую очередь обращаем внимание обращаем внимание мы на надпись вот на эту вот зипу чтобы сама надпись была четко идеально выгравирована чтобы зипа и посмотрите пожалуйста вот на этот вот обращаем это первое внимание на вот где и буквочка здесь там должна быть у вас не точечка огонь его гореть и огонь и пламя этого огонька должно быть завернуто влево на это обращаем внимание, это первый признак подделки, если тут есть просто точка у нас будет стоять. И отчетливо должна читаться здесь буквочка R, вот тут вот. Просто здесь может быть камера плохо берет, но R-очка здесь есть. Потом также идем дальше. Надпись Брекфорд должна стоять запятая, а потом Пенсильвания.Мады in USA. Это год и месяца ее. Месяца от 12 значений, от А, ну и так далее по английскому алфавиту. Вот, до 12. Вот видите, Брекфорд здесь должна быть запятая. Вот на это обращаем. Просто Брекфорд не точка, а запятая. Вот, друзья. Идем дальше. Открываем ее зажигалку, да? На что обращаем внимание? Здесь. Вот это вот колесико, посмотрим. Вот это вот колесико, да? Оно должно быть под определенным углом. В свое время как-то компания Zip очень много денег использовал, ну, внедрил в эту разработку, и они все-таки решили, что именно такое колесико с таким наклоном, с таким сечением, это самое лучшее. Вот. Так что у оригинальных Zip должно быть наклон именно такой-нибудь под градусом, под определенным. На это обращаем внимание. Так. Так же обращаем внимание. Вот мы сейчас ее разберем, да? Вот. Вот на этом вот колесике, вот, который закручивается, да? Вот тут. Тут должны быть насечечки. Вот мы их видим. Видите? У китайских, ну, не то, что китайских, китайские тоже могут это сделать. У дешевых, ну, не оригинальных Zip, этих насечечек здесь не будет. Просто на все. Здесь они шурпатые такие. Вот. Тот и говорит, что тут специально какой-то еще ход резьбы идет. Но это все глупости. Это не обращайте внимания. Вот. Так же здесь обращаем на надписи, что будет написано здесь. Опять же, должен идеально быть шрифт. Вот. Это ладно. И самое главное, на что нам стоит, друзья, обратить наше внимание. Сейчас я вам покажу. Вот. Самое главное, как я считаю, это самый первый признак, как отличить поделку или нет. Мы, друзья, обращаем вот на эту вот часть внимания. Она, друзья, у нас должна быть закантованная. Подельщики эти все умеют делать. Но закантовывать они еще толком не научились. Вот эта вот часть должна быть закантована, когда мы ее чиркаем, чтобы у нас пальцу не было больно. Понимаете? Так что сразу же обращайте внимание вот на эту вот кантовочку. Она должна быть закантована. Видите, у меня ее наклон идет. Не квадрат, а наклон. Это оригинальная настоящая Zipa. Это мы прошлись по дешевым. Как же отличить дорогую поделку? Точнее поделка. Как же отличить дорогую Zipa? Да никак, друзья. Все то же самое. Все то же самое. Мы сейчас отчетливо видим. Видите, про что я и говорил в начале этого ролика. Вот этот вот огонек на буквочке I. Он завернут немножко влево. Отчетливо видно буквочка R. Брэдворд. И здесь стоит запятая. Вы увидите. Может быть на видео, опять же, не очень-то хорошо это видно. Но здесь запятая. Именно видно, что запятая. Потом Pennsylvania PA. Madeline USA. Здесь отчетливо должны быть видны, хорошо выгреблены, выдавлены. Прямо вот эти буквы. И опять же, открываем. Обращаем свое внимание, что у всех зажигалок фирмы Zipa оригинальных, на которых есть какие-нибудь накладки, в данном случае вот тут у нас дракон, да? Вот. Она не будет издавать фирменного Zipa клика. Также не будет издавать, есть еще зажигалки Zipa Airmor. Вот. Они толстые очень, стенки. Они такие, более тяжелые. Тоже они не выдают Zipa клик. Только на обычных Zipa. Zipa клик. Так что на это там не обращаем внимания. Вот. Также опять обращаем свое внимание, что у них все одинаково. У них концерты у всех одинаковые. Вот эти вот внутренности. Здесь тоже, видите, у нас. У нас закантовано. У нас кантик здесь. Видите, как она сделана? Вот тут вот у нас прямо идет кантик. Вот сюда вот. И здесь сверху вот покрыто чем-то, чтобы опять, когда мы чиркаем, чтобы мы не, ну, не раздражали себе пальцы. Вот я считаю, это вот самое главное отличие, которое, ну, по крайней мере, в магазине ты сможешь себе это позволить и посмотреть. Вот. Так что вот, друзья. Предупрежден, значит вооружен. Ну, а от себя лишь добавлю. Покупайте просто в хороших, в очень хороших фирменных магазинах. Не гонитесь за дешевкой. Знаете, Zipa меньше 15 долларов не будет стоить. Это правильно. Но опять же, я себе иногда задавал вопрос, а что мешает какому-то контрафактору выбрать и продавать их от 15 долларов. Правильно? Вот. Так вот, все же, друзья, приходим опять же к тому, что нужно покупать в очень хороших проверенных магазинах. Вот. В России такие магазины, официальные представители Zipa есть. Если вы не уверены, есть ли у вас в городе официальный представитель Zipa, американского, заходим на оригинальные американские сайты Zipa.com, там находим, купить себе зажигалку, находим свою страну, и вам на этом сайте, на американском, будет написано именно официальные представители Zipa в вашей стране. Только так, друзья, больше никак не иначе. Потому что подделки есть очень высокого качества, но я как замечал, еще пока вот, пока не научились они вот этот вот, вот этот антик. Видите, он кругленький, вкругленно делается. Вот такие вот дела, друзья, ребята. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки мне, я их люблю. Пока-пока, ребята.